Здравствуйте, друзья! Настоящим рассмотрим прецизионный измеритель температуры и влажности модели DT3321 производства компании Sam Instruments. Как видите, прибор очень компактен. Он выполнен с применением двойного литья А, то есть корпус самсерый с вваренными резиноподобными гранями. То есть он очень хорошо лежит в руке и не выскальзывает. Питается данный измеритель от трех батарей типа 3А. Они здесь уже установлены и мы можем включить прибор и попробовать его работу. Но прежде всего отмечу, что датчик удален от самого прибора, чем обеспечивается низкая инерционность измерителя при выполнении измерений температуры и влажности. Кнопки управления находятся на гранях. Вот с левой стороны это кнопка подсветки, кнопка выбора режима и кнопка включения. С другой стороны это кнопка выбора единиц измерения, а также режима измерения, кнопка холду, держание результата в измерении и минимум максимум. Здесь все понятно. Включаем прибор и получаем сразу результаты измерения. 33% это влажность. Как видите, она падает. Причина больших значений была то, что я в процессе съемки касался этого датчика, чем понял значение влажности. Как видите, насколько он чувствителен. Можно сразу посмотреть, что он малоинерционен. Кнопка подсветки, сейчас она будет эффективна, то есть не очень хорошее освещение. Вот видите, подсветка работает очень качественно. Что мы можем здесь видеть? Это значение влажности относительной, о чем символизирует этот значок в левом верхнем углу проценты, RH. Далее, с помощью кнопки mode мы можем переключить на измерение абсолютных значений влажности. Например, грамм на килограмм, вот значение следующее, грамм на метр кубический, и, соответственно, грамм на фут кубический. Следующее нажимание возвращает нас к значению относительной влажности. Что касается значений температуры. По температуре. Температура отвечает кнопочка выбора единицы измерений, градусов Цельсия, градусов Фаренгейта. Сейчас я буду последовательно ее нажимать и комментировать. Сейчас 29,4 – это значение температуры воздуха. Следующее нажатие – то же самое значение температуры воздуха, только в Фаренгейтах. Следующее нажатие – 7,9 градусов Цельсия. Это расчетное значение температуры точки росы. Следующее нажатие – тоже значение температуры точки расы, только в фаренгейтах. Еще нажатие – уже расчетное значение температуры влажного термометра, о чем видите, WB – символ 17,8 градусов Цельсия. Следующее нажатие – тоже значение, только в фаренгейтах. И снова нажатие – возвращаемся к измерению температуры воздуха в помещении. Дальше кнопочка Hold останавливает счет измерений, как видите. Можно ее отпустить. Следующая функция – это минимальные значения, максимальные значения за сессию измерительную и текущее значение. Вот все функции, которые возможны при работе с этим прибором, я вам показал. Включаем. Да, он поставляется вот в таком кейсе. Сейчас я покажу. Коробочка, да? Коробочка. Здесь батарейки лежат. Я их, конечно, извлеку. Батарейки, конечно, лучше всего извлекать, так как если прибор не работает долгое время, есть вероятность, что батарейки выйдут из строя, потекут, и лучше их извлечь. Ну и, соответственно, руководство пользователя. Вот и все. Казахстан. Казахстан. Продолжение следует...